И следующий бой Гловер Тешера и он Куцелаба И опять же, это бой, который уже должен был состояться Он сорвался, но, собственно, вот его организовали в второй раз Гловер Тешера, на данный момент ему 39 уже лет Очень такой возрастной, опытный, опытный боец Но еще может, вот Ну, собственно, в январе он должен был встречаться с Куцелабой Куцелаба не смог, на замену вышел Карл Роберсон И Тешера, ну, вполне предсказуемо, уверенно засубмитил его уже в первом раунде В общем-то, мы записывали, да, подкаст Про этот бой говорили Насколько я помню, мы там с тобой предпочтение отдали Тешере Сейчас коэффициенты на Тешеру 2-шка Куцелаба 1.83 Ну, собственно, Андрюх, что-то изменилось с того момента? Да, коэффициенты изменились Потому что в какой-то момент нам предлагали Тешеру тогда за 2.8 Потому что на Куцелабу кто-то хорошо, так жестко поднагрузил Сейчас нам такой роскоши уже не предлагают Но в остальном бой, я думаю, пройдет по тому же сценарию, что мы обсуждали в прошлый раз Если Гловер не будет застаиваться в стойке Потому что, определенно, он в последнее время уже не тот ударник, которым был раньше Когда-то у него был отличный бокс, который позволял ему вполне себе хорошо конкурировать со всеми в дивизионе Даже по Джону Джонсу он попадал неплохо в первом раунде И поэтому его бокс никогда нельзя было назвать слабой стороной Сейчас же он стал медленнее, значительно медленнее Стал застаиваться И это определенно не пойдет ему на пользу в этом бою Поэтому ему нужно конкретно знать свою тактику У него прекрасный грэплинг по-прежнему Он по-прежнему физически очень мощный парень И по-прежнему очень выносливый У него очень хорошее кардио Если он будет работать с упором на это Если он сразу пойдет работать в партер с Куцелабой То у того возникнут большие проблемы И вполне возможно Куцелаба проиграет сабмишином уже в первом раунде У него не самый лучший сабдифенс И тейкдаун дифенс также не самый лучший Я думаю, что у Гловера отличные шансы выиграть этот бой И он сделает это Да? Да Согласен Ну, ладно Я думаю, здесь особо добавлять нечего Перейдем к следующему бою Алекс Оливейра Майк Перри И, ну, опять же Достаточно интересный И, скорее всего, достаточно зрелищный Нас здесь ждет бой Майк Перри Ну, в последнее время Конечно, здесь все у него не очень гладко Потому что взять, да, его последние четыре боя У него здесь только одна победа Он выиграл Полу Фелдера с плитом Поражение До этого было два поражения Сантьяго Панзенибио и Максу Гриффину Но, опять же, мы отмечали, что с Панзенибио очень и очень неплохо он бой провел В крайнем бою он встречался с Дональдом Сирони И проиграл ему армбаром в первом раунде Вот, но в любом случае Майк Перри Боец молодой Ему сейчас 27 лет Он развивается Тренируется в топовом зале Неплохая стойка Умеет побороться Ну, а по противостоятию ему здесь будет бразильский ковбой Алекс Оливейро Ему сейчас 31 год И, ну, собственно, в крайнем бою он встречался с Гунаром Нельсоном Это был, ну, реально очень и очень крутой, интересный, зрелищный бой Но все-таки Алекс Оливейро здесь проиграл во втором раунде с Абмишиным Здесь мы видим коэффициенты следующие Алекс Оливейро идет фаворитом за 1,54 Майк Перри 2,6 Ну, Андрюх, как ты считаешь, расставлено правильно Или смысл есть из Андердога притопить? Да, есть смысл на самом деле притопить Потому что определенные эти бойцы могут показать зрелищный бой И дадут шанс друг другу победить это 100% Оба предпочитают в первую очередь работать в стойке И могут наносить сильные удары Да, конечно, Оливейро может попробовать пойти в партер У него хорошие тейкдауны Он через бодилок неплохо переводит и забирает спину Но что-то мне подсказывает, что в этом бою мы увидим в первую очередь зарубу в стойке И здесь у обоих есть шансы Есть хороший шанс на конкретное точное попадание И в этом смысле у Перри все-таки будет побольше шансов Во-первых, потому что у него немножко получше кардио Он лучше работает на протяжении трех раундов в интенсивном темпе Алекс же очень мощно, очень плотно работает в первом раунде Но потом начинает потихоньку сдавать свои позиции Плюс ко всему у него есть определенные проблемы с силой духа Он достаточно проблематично справляется с ситуациями Которые ставят его в затруднительное положение Вспомнить тот же первый бой с Тимом Минцем Вспомнить его бой с Янси Мидейросом Ну или недавний бой с Гунаром Нельсоном Когда у парня начинаются серьезные трудности по ходу боя Даже если он выигрывает, даже если он ведет этот бой То он начинает сдавать заднюю И на этом все для него заканчивается Если Перри сможет нанести по нему тяжелый удар Сможет его поставить в затруднительное положение То скорее всего победа будет уже в его руках Я думаю бой пройдет примерно по такому сценарию И победа Перри здесь вполне возможна И я думаю притопить за него было бы весьма разумно Ну да, коэффициент здесь на Перри Ну такой достаточно интересный Ну собственно Алекс Оливери достаточно неплохо борется Опасен в партере Ну вот на что я обратил внимание Когда ему соперники предлагают Ну скажем так подзарубиться Да, он не отказывает в этом И здесь уже действительно у Перри Как мне кажется Ну конкретно в этом аспекте будет побольше шансов У Перри есть тоже нокаутирующий удар Как ты и сказал Я здесь согласен У него получше будет все-таки кардио И ну конкретно учитывая вот такие расклады Которые дают букмекеры Я здесь буду за Майка Перри Ну а мы перейдем к следующему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому